Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Ну что ж, дорогие дамы и господа. Мы вновь возвращаемся в неполикаретное шоу Сергея Зацепина. Номер телефона в студии по-прежнему 847-400-5200. Все линии горят. Давайте придем к звонкам. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, я хочу сказать о качестве китайских товаров. Пожалуйста. Вот на интернете продаются стамески 8 штук, 9.99. Я же не буду покупать китайские. Я заладился смотреть шведские. Точно такие же, точно такой же размер. И тоже те 9.99 поставлены. Но они продались, как вы думаете, за сколько шведские 8 штук? Ну, предположительно, как вы считаете, за сколько? А, за какое количество времени? Нет, за какие деньги они продались? Ну, наверное, за 9.99. Нет, за 1200 долларов. А, вы имеете в виду, это был аукцион? Да, аукцион. А, нет, я думал, вы просто видели, я понял. 1200 долларов продали шведские. Я спросил у Формена, ну, он модельщик, модельмейкер, он говорит, что ж ты хочешь. Он забил гвоздик, и шведская стамеска срубила гвоздики, среда не было на стамеске. А китайская мнется, потому что это гадость. Ну, уже потрачен металл, уже потрачен электроэнергию, уже на пароходе ее привезли сюда. И вот это выпускается гадость. Понятно, спасибо. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня просто замечание, мнение. Я хочу сказать большое спасибо и Сергею Зацепину за то, что он собирает такую команду. Дай бог ему долго радоваться этому, и нам тоже. И большое спасибо всем вашим сотрудникам, потому что вы просто молодцы. Спасибо вам огромное. Я обязательно Сергею передам ваши теплые слова. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Еще раз, я звонил по поводу. Да, 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 пожалуйста. Цены энергоносителей и трудовой силы. Мы просто сами себя в Америке-то еще и годы ко всему. То есть посмотрите на сети Юнион, посмотрите на все регуляции по поводу минимальной зарплаты. То есть, в принципе, это же просто убийство. Конечно. Понятно. Но если профсоюзы регулируют, кому как делать, за какие деньги, когда, да еще и по времени это обычно оборачивается в несколько раз дольше, чем в нан-юнион какие-то были сделаны работы, это первое. А во-вторых, минимальный труд. Люди хотят, они идут работать, не хотят, они не идут работать. Это один из принципов капитализма. Какая минимальная зарплата? Цены, цены или зарплаты, уровень зарплат должен устанавливать свободный рынок. Естественно. Конечно, вы абсолютно правы. Абсолютно. А то, что мы... Спасибо вам большое. А то, что у нас наши профсоюзы убивают фактически все на корню, так вот наш родной город Чикаго, это самый такой явный показатель того, что происходит с бизнесом, что происходит вообще с финансами в тех местах, где юнион преобладает. То же самое это в Нью-Йорке, то же самое в Калифорнии. Но вот у нас это мы все это чувствуем на своей шкуре, потому что все профсоюзы и в штате Иллиной, я имею в виду, и профсоюз учителей, и профсоюз полицейский, и профсоюз констракшн пейнтеров и так далее, конечно же, они убивают бизнес, убивают цены на корню. Поэтому, и так как он не регулируется из-за того, что это одни из самых огромных доноров наших политиканов, то, конечно же, с этим ничего нельзя поделать. Поэтому, ну, вы абсолютно правы, конечно, и профсоюзы, и зарплаты, которые вот сейчас приняли, да, закон о минимальной зарплате в 15 долларов. Ну, это же вообще непонятно. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Анатолий, извини, пожалуйста, второй раз. Пожалуйста. И как же там насчет Конгресса и Бара? Да, да, да. Такая перспектива там. Я понял. То, что было, мы знаем, а вот перспектива какая этой войны? Я вам скажу, перспектива будет элементарная. Это будет вот этот цирк, который будет продолжаться до самых выборов. Он никуда не уйдет. Объясню, почему. Значит, то, что сегодня предлагает Недлер, да, вот смотрите, он говорит, что безоговорочно должны быть полностью предоставлены не отредактированные репорты. Теперь давайте разберем. Значит, на сегодняшний день Бар, и это абсолютно официально, предоставил копию рапорта, отредактированную всего-навсего на 2%, и сказал, ребята, пожалуйста, все желающие, не все желающие. Я имею в виду для вот этой восьмерки Генг-Авейт, он сказал, пожалуйста, вы можете взять, зайти в эту такую специальную комнату, вы можете его почитать, вы можете посмотреть. Все, к чему у вас не будет доступа, это только имена людей, которые были признаны не при чем при рассмотрении вот этих большого жюри. Все. А больше их ничего не должно интересовать. И самое интересное то, что все республиканцы, которые имеют на это право, уже это все сделали и прочитали, а наш, в кавычках, уважаемый господин Недлер, он даже не соизволил зайти в эту комнату. То есть, он показывает абсолютно четко, что меньше всего его волнует то, что в этом репорте. Ему нужна так называемая вот этот ажиотаж. Почему? Потому что у них, вы понимаете, у них другого не о чем говорить. То есть, вот если им сегодня как-то подогревать свою базу, в отличие, кстати, от республиканцев, республиканцы подогревают свою базу такими вещами, о которых, кстати, мы еще поговорим, я очень хочу это обсудить, как цены, состояние экономики, состояние безработицы, состояние цен на энергоресурсы, состояние результатов квартальных отчетов валового продукта и так далее. То есть, состояние повышения зарплат и так далее. То есть, понимаете, то есть, республиканцы могут сегодня где-то часа три без проблем, то есть вообще без остановки, говорить о своих достижениях, о тех дирегуляциях, которые они совершили, о тех новых положениях или законах, которые они приняли. Понимаете? А у демократов, у них не с чем прийти к народу, им не с чем прийти и сказать, ребята, вот смотрите, мы за то время, пока Трамп негодяй был у власти, мы смогли решить вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Понимаете? Нету. Так вот, отношения между Недлером и Баром. Бар где-то голов на 25 выше Недлера в самый его лучший день в истории его жизни. Понимаете? То есть, Бар это умнейший, толковейший адвокат, прокурор и так далее. Теперь, Недлеру не с чем, не чем Бара побить. То есть, вы понимаете, если вы сегодня, вот возьмите себя, да, или я, так, чтобы вас не обидеть, вот я, просто обыватель, сяду разговаривать с каким-нибудь, просто с прокурором, пусть это будет окружной прокурор. Да, вот те, которые, вот, вы идете в суд, там, ваш тикет отсуживать, вот там стоит дяденька прокурор. Вот если я начну разговаривать и пытаться вывести на чистую воду этого прокурора, он из меня совьет веревку примерно секунд за 15. Все. То есть, на этом мое, как говорится, выступление будет окончено. Для этого я привожу с собой адвоката, чтобы этот адвокат, по крайней мере, имел шанс поговорить с этим прокурором. Теперь, возьмите ту же ситуацию между Недлером и Баром. Вот Недлер, это обыватель по сравнению с Баром. То же самое, это все вот эти, ну, как их назвать так, поинтеллигентнее, диеты, которые сидят вот в этом, я имею в виду демократов, которые сидят вот в этом комитете. Они прекрасно понимают, что у них шансов как-то допросить бара, или как-то его посадить в лужу, или как-то его вывести на чистую воду, называйте это как хотите. У них эти шансы равны нулю. Почему? По двум причинам. Во-первых, им уже ничего не, им не осталось никаких вопросов, которых не задали в Сенате на слушаниях. То есть, Бар ответил на все вопросы Сенатского комитета, там, вот, 1 мая. Хорошо? Теперь, значит, им, я имею в виду, вот, комитету палаты представителей Недлора, им ничего не остается спрашивать. Поэтому идти какой-то, ну, вести глупую игру они не могут. Они это прекрасно понимают. Почему они решили пригласить адвоката? Это не потому, что они, вот, мы часто говорим, вот, они там не понимают, они не знают, вот, адвокаты запросят. Почему они решили это сделать? Они блефуют. Они единственный способ заставить Бара не прийти на это слушание, потому что Бар уже сказал заранее, я с удовольствием приду и на слушание в Сенате, и на слушание в палате представителей, в комитетах. Значит, если он придет, он из этих диетов в Кангре, я имею в виду, в палате представителей, в этом комитете, он из них сделает, ну, просто, ну, мокрое место. Понимаете? И они это прекрасно понимают. У них не хватает мозговых извилин. Плюс у них не хватает того, чтобы как-то его очернить. Значит, они придумали, это, кстати, придумал Недлар, потому что он прекрасно знает, что когда-то он сам против этого голосовал. Я вам расскажу, когда. Но он придумал вот эту ситуацию с так называемыми стеф-адвокатами, потому что он прекрасно понимает, что Бар – это человек закона. И в законе ясно и четко написано, что допрашивать свидетелей имеют право только члены комитета. В законе ничего не говорится о их помощниках, о их адвокатах, о их прихлебателях, ничего. И Бар это прекрасно знает. И поэтому Бар сказал, ребята, пожалуйста, вы хотите со мной поговорить, я приду, с вами поговорю, но я буду говорить с вами, а не с вашими адвокатами. И вот тут поднялась буча. Почему? Как? Это Бар, он нас игнорирует, мы его потянем в контент и так далее. То есть, вы понимаете, что выеденного яйца, вот этот весь идиотизм, он не стоит. Но, тем не менее, это дает демократам еще одну причину, чтобы очернять Бара, а вместе с ним, то есть им Фиолетово и сам Бар, и сам Трамп. Но у них проблема. Проблема в том, что если они не очернят Бара в то время, когда он сейчас начал вот это все расследование, то потом будет поздно. Они должны его дискредитировать сейчас. И вот это то, что они пытаются сделать. Ничего больше. Чисто политический момент. Все. Это чистая политика в самом грязном своем проявлении. Поэтому, ответ на ваш вопрос, какое состояние отношений Бара и Недлера. Бар абсолютно хорошо себя чувствует по отношению к Недлеру. Недлер пытается укусить себя за задницу, но пока что ничего не получается. Кстати, я вам пообещал рассказать о том, когда Недлер сам проголосовал против того, за что он сейчас голосует. Значит, ну, во-первых, мы все знаем о том, что в 99-м году, когда было закончено дело по Биллу Клинтону, по его импичменту, и республиканцы хотели обнародовать полностью весь репорт Стара, сам Недлер и его на то время коллеги, они же проголосовали и приняли этот закон 6И, который гласит о том, что рапорт должен попасть от специального прокурора к генеральному прокурору, и потом это уже будет зависеть от генерального прокурора, какую часть обнародовать и вообще обнародовать ли ее. Недлер был в том комитете, который принял этот закон. Значит, сейчас он пытается заставить Бара нарушить этот закон. Теперь, еще одна ситуация в том, что мы знаем прекрасно, что во время правления Обамы, в первую его каденцию его генеральный прокурор Эрик Холдер, они были замешаны вот в этой ситуации, так называемой Fast and Furious, по продаже оружия, то есть картеля мексиканским. И вследствие этого был убит один из пограничников, и вот тут начались слушания в комитете по расследованиям в Judicial Committee и так далее. И что произошло, когда республиканцы запросили у этого Холдера полностью предоставить все, что связано было вот с этой ситуацией Fast and Furious. Значит, что последовало? Две вещи. Во-первых, Обама использовал свою executive privilege, то есть он покрыл этого Холдера вот этой своей executive privilege, и Холдер отказался выступать и передавать любую информацию в комитет по расследованию, за что комитет объявил ему contempt of Congress, так называемый, и все, ничего из этого не получилось по одной простой причине. Это ничего больше, чем просто запись в истории Америки, что вот такой-то генеральный прокурор был объявлен in contempt of Congress. Поэтому этого никто не боится, этого ничего в принципе не интересует. И вот это то, что они сегодня пытаются угрожать тем, что они будут держать бара, in contempt и так далее, это все, ну, как говорят наши друзья-евреи, просто холлоемость. Поэтому ничего из этого не выйдет. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Ну и что, еще у нас остается буквально, ну, меньше минутки, поэтому я сейчас приму один звонок, но очень коротко. Прошу вас говорить, пожалуйста. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добрым, у меня такой вопрос. Соединенные Штаты Америки должны по своим договым оближениям порядка, там, 19 или 20 триллионов. Да. Вот ваше мнение, если бы была возможность выплатить этот долг, к примеру, за 2-3-5 лет, основным, основной страной является Китай. Ваше мнение, эти деньги, долг этот, помог бы Китаю еще больше повысить свою собственную экономику? Я как-то отвратилась бы на Штат. Знаете, я вам скажу такую вещь. Я не знаю, насколько бы это помогло Китаю. Почему? Потому что я, честно, не знаю вот четкую информацию о том, какую сумму из вот этой суммы долга, какая сумма принадлежит именно Китаю. Поэтому я не знаю, то ли это вся сумма, то ли... Честно, я просто не знаю, не хочу придумывать. Но, насколько она поможет Китаю? Ну, она такая сумма, я думаю, может помочь всем. Но я сейчас должен прерваться на рекламу. Это Штатова. Это вас долго. Субтитры сделал DimaTorzok